Насколько украинские силовики придерживаются так называемого перемирия, красноречиво показывает происходящее в селе Никишино. Через представителей ОБСЕ киевские вооруженные силы чуть ли не каждый день пытаются договориться о прекращении огня. А затем в нарушение всех договоренностей сами же и открывают огонь по бойцам 1-го славянского батальона. А именно он держит позиции в этом населенном пункте. Непосредственными свидетелями этого стали военные корреспонденты телеканала Новороссия ТВ и британский журналист Грэм Филлипс. За двое суток съемочную группу обстреливали снайперы-пулеметчики. Не единожды журналисты, передвигавшиеся по селу с бойцами, попадали и под жесткие обстрелы из танков и артиллерии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Принеси. Вон он дом, в принципе, вот сюда выйти как-то подняться. А где украинский? По вот этой улице метров 250-300 блокпосты. Вот по вот этой улице, это главная улица. Там их не блокпост. Куда они жди выходи? Это украинские стреляют сейчас? Сейчас, да, это они стреляют. Вот они подоргли дом с утра. После объявленного как бы перемирия. Двухгневного? Да, да, да. Вчера было в ОБСЕ. Пару дней заключили перемирие. Как бы. Вот у нас утро вот так началось. Ночь тоже была веселая. В любой момент, да. Может и сюда прилететь, что угодно. Вы же видите, отстреливается все. Кругом. Дальше не надо. Лучше не надо. Не могу это самое. Дальше не надо. Лучше может пристать, встать. Понял? Будет видно. Пристань, в полный рост. Грэм. Сильно за дом не вылазь. Хорошо. Ты видел, где вода там? Горело все. Можешь на забор там? Попытайся снимать. Можешь на забор? За забор не надо заходить. За забор не надо уже. Не надо, потому что просстреливается. Где-то на крыше будет сидеть снайпер. Я? Да. В Донецкой области. А сколько лет? 28. Было позавчера. Как ты праздновал Денис Денис? Здесь боя. У нас был бой хороший. В тот раз во время моего дюзьмы стали пообедать. Буквально через 10 минут начался бой. Повели достойно бой. Мы могли отдыхать. Вот так вот. Я праздновал Денис Денис. Да ладно, мне 832 тысяча. А вы по профессии? Строи. По образованию экономист. По призваннюю строителя. Спалили воду, прикинь. Ты что, сука? Сколько воды сгорело. Простили. Вот тут у нас была водичка. Мы брали здесь воду. Буквально вчера здесь было все еще целое. Позавчера этот дом был целый. Вы видишь, она была на месте. Дверь, все было целое. То есть буквально когда, получается, он вчера сгорел этот дом. Кажданская машина, это они неделю назад расстреляли, вот из-за УГА выжили. Они прямо с людьми расстреляли машину. Ехала гражданская машина за вещами. Люди ехали. Это теперь? Люди погибли, да. Они расстреляли, еще и мухами забили, короче, скажи, машину с людьми. Сколько еще здесь гражданский живет? Человек 30, наверное. 30, да. Ну, нас здесь двое, трое нас здесь живет. Там бабуля с дедом, и там дальше все. Там дальше. А сколько было до войны еще? А, до войны не было. Полторы тысячи, наверное. Да, полторы полторы тысячи человек. А каждый день есть стрелы? Стрелба каждый день? Каждый день, конечно, каждый день стреляют. А как это жит под это... Как и взрыв? В подвалах сидим. Велезли туда-сюда, опять стреляют, так мы сразу в подвал. А что делать? А, Наташечка, вам есть свет и воды? А, света нет. У нас света нет. Вода в колодцах. Уже три месяца света у нас нет. А вот в колодцах берем. До боев света не было. Да. А вода в колодцах? А почему вы с ней не ехали в колодцах? А зачем уезжать? Куда уезжать? А куда уезжать? У меня здесь нету никого. У нас здесь наши корни. Вот. Сестра у Барнауля в России, брат у Гомелей. А куда мне ехать? До кого? Я сама тоже с Украины, но там... А я здесь родилась? Я не на Донбассе родилась. Я дальше родилась. В Шумской области я родилась. Субт, нам он хлеб приносит у ребятам. А кто вам помогает сейчас? Денеевцы хлеб приносят. Денеевцы. Терапу. Украинские востреба помогают? Нет, Денеевцы. Денеевцы нам помогают. Вступление про то, что не все украинцы еще с видом и, к сожалению, у них написано. Самый интересный такой момент, который просто... Вот, 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 вот. Он ходил в военные походы, близкие и далекие, края. Всегда с богатой добычей возвращался на Украину в Киев. Замечательно. Ну, князь Олег. Ну, уж, не дошли. Под договором подписался тогда князь Олег. Так, Олег, великий князь украинский. Ну, замечательно, короче. Тогда украина еще вообще не было. Ну, и в помине слова такого не было. Так, ребят, самоинтересно, это учебник 92-го года в Викторе.